Футбол в Крыму – один из самых массовых и популярных видов спорта. История, зарождение, севастопольский кружок любителей спорта вместе с Одесской футбольной лигой, Московской футбольной лигой, Санкт-Петербургской футбол-лигой, Киевской футбольной лигой, Харьковской футбольной лигой, Санкт-Петербургской студенческой футбольной лигой, Николаевским спортивным клубом и Тверским кружком велосипедистов, конькобежцев и любителей спортивных игр. Стал соучредителем созданного 19 января 1912 года Всероссийского футбольного союза высшего футбольного органа Российской империи В составе СССР в составе Украины в первом чемпионате Украины Таврия выступала в высшей лиге и стала первым чемпионом А Юрий Гудименко стал лучшим бомбардиром Команду тренировал Анатолий Заяев Также в первом чемпионате первой лиги участвовала Чайка Ныне Севастополь команда заняла 13 мест из 14 в играх второй лиги Во второй подгруппе участвовали сразу три команды Титан, Армянск, Океан, Керчи, Море, Феодосия Самое высокое место занял коллектив из Армянска Два места крымские клубы в первой лиге Украины В период с 1992 по 2004 год в первой лиге не было участников из Крыма В сезоне 2004-05 во второй по силам украинский дивизион вышла симферопольская команда Динамо Игра Сервис заняла 14 места из 18 возможных В следующем сезоне к симферопольской команде присоединился коллектив из молодежного Крам Теплица Тепличники неожиданно завоевали 9 места А уже в следующем сезоне Крам Теплица заняла 4 место Также в ходе того сезона Динамо Игра Сервис поменяла название на Игра Сервис из-за судебного иска футбольного клуба Динамо Киев В сезоне 2007-08 в первую лигу вышла команда Феникс Ильичовец из села Калинино и Севастополь Команда из Калинина заняла 16 места из 20 возможных Севастополь 15 места Игра Сервис занял 6 места Крам Теплица 11 места Крымские клубы во второй лиге Украины Крымские команды были постоянными участниками второй лиги Все команды участники Титан, Океан и Море, Чайка, ныне Севастополь, Фомзенец, Войковец, Металлург, Сурож, Динамо, Черноморец, Динамо и Динамо Игра Сервис Сейчас клуб называется Игра Сервис Крам Теплица, Ялос, Химик, Феникс и Личовец Роман Войнаровский Автор самого быстрого гола в истории профессионального футбола 31 августа 2008 года в матче Крам Теплица Феникс и Личовец ударил поворотом соперника из центрального круга сразу же после свистка арбитра А через 3,5 секунды мяч оказался за спиной вратаря соперника Виталия Калинуса В составе России Переходный период матча Дружба в феврале-марте 2014 года Произошел крымский кризис После присоединения Крыма к России было объявлено, что 4 апреля в столице Чеченской Республики состоится футбольный матч Дружбы между Ялтинской «Жемчужиной» и Грозненским «Териком» По этому поводу в Ялтинском клубе заявили и 2 апреля «Жемчужина» отправилась на товарищеский матч в город Грозный На границе с Чеченской Республикой ялтинцев встречали местные власти во главе с министром физической культуры и спорта Республики Хас Магомедом Хизриевым и главой приграничного Сангушетия Сунженского района Чечни Мусай Ханариковым До Грозного и по самому городу любительскую команду сопровождали автомобили ДПС, организовав крымчанам «Зеленую улицу» Заселились футболисты в пятизвездочную гостиницу «Хотел Грозний Сити» 4 апреля «Жемчужина» и «Терик-2» вышли на поле стадиона имени Султана Белимханова Матч завершился результативной ничьей 2-2 За «Жемчужину» забивали Александр Папуш и Григорий Четверик За ходом поединка наблюдал Рамзан Кадыров После матча глава Чеченской Республики у себя в Инстаграм написал 8 июня на поле стадиона «Авангард» в Ялте состоялся ответный матч дружбы За ходом матча наблюдали исполняющие обязанности главы Крыма, глава парламента Чеченской Республики, глава города Грозный и А. Мэры Ялты, министр спорта РК и другие высокие гости Второй матч с Горозненским «Териком» также завершился в ничью Гол в ворота «Терака» вновь забил Александр Папуш За несколько минут до финального свистка равновесия восстановил Зелим Май Султанов Кубок президента Татарстана с 6 по 8 июня 2014 года В набережных Челнах состоялся турнир на призы президента Татарстана На этот турнир была приглашена сборная команда города Севастополя В турнире кроме севастопольцев принимали участие Нижнекамский «Нефтехимик» Казанский «Рубин» и Челнинский «КамАЗ» Севастопольцы стали обладателями трофея Крымчане выступали на турнире таким составом Главный тренер Валерий Чалы Старший тренер Сергей Диев Тренер вратарей Александр Сокоренко Вратари Сергей Науменко Александр Сокоренко Защитники Владислав Бурый Владислав Гевлич Александр Колесник Николай Лавриненко Андрей Степанов Александр Челидник Алексей Яблонский Полузащитники Станислав Гудзикевич Матвей Гульганов Андрей Кива Виталий Мироненко Артем Недоля Сергей Нудный Валерий Штефан Нападающие Игорь Тудаков, Евгений Павлов, врач команды, Сергей Вадзинский, массажист, Сергей Сербин, интеграция в чемпионат России. После присоединения Крыма к Российской Федерации появилась необходимость интеграции футбольных клубов полуострова в чемпионат России. Футбольные клубы, являвшиеся украинскими юридическими лицами, не могли играть под юрисдикцией Российского Футбольного Союза. С учетом рекомендаций ФИФ и УЕФА для избежания юридических проблем в крымских городах были организованы новые российские юридические лица, которые никогда не были под юрисдикцией ФФУ. 3 июня 2014 года президент РФС Николай Толстых сообщил, что желание стать членами Союза изъявили пять крымских клубов СКЧФ, Скиф, Жемчужина, Океан и ФК Ахтяр. Позже к ним присоединился Симферопольский ТСК. 31 июля 2014 года исполком Российского Футбольного Союза допустил, а 8 августа утвердил футбольные клубы СКЧФ, ТСК и Жемчужину среди участников всероссийских соревнований по футболу среди клубов 2-го дивизиона ПФЛ «Зона Юг». 28 октября 2014 года в ходе презентации официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу 2018 в России на фасаде Большого театра был показан презентационный ролик, в котором полуостров Крым территориально относился к Российской Федерации. После этого ФИФА объяснила свою позицию следующим образом. К сожалению, выбранная для данного мероприятия карта России была предоставлена местным поставщиком услуг. Этот момент ускользнул от нашего внимания «Приносим свои извинения» позже кадр был удален. Извинения были отправлены в ФФУ официальным письмом с подписью генерального секретаря ФИФА Жерома Вальки «Запрет УЕФА». 4 декабря на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. В ответ на это, болельщики севастопольского клуба выступили с инициативой проведения акции, направленной на поддержку севастопольского и крымского футбола. 14 декабря в рамках этой акции был организован матч «Дружбы», в котором сборная Севастополя противостояла сборная Крыма. Основное время игры завершилось со счетом 2-2 в серии и пенальти со счетом 4-3. Победу одержала сборная команда Севастополя от признания УЕФА. 16 июля 2015 года представлен чемпионат КАЭС с командами 8 городов сборная крымских татар. Первая эта сборная была собрана в 2006 году для участия в турнире LF Cup среди сборных членов NF Board. Тренером сборной был назначен Рустем Османов. В Северный Кипр были приглашены вратари Нариман Османов, 36 лет. Тогда тренер РКД ЮСЖ Нариман Якубов, 17 лет. Сеид Девлет Абдруаманов, 21 год. Защитники Арсен Мустафаев, 23 года. Февзи Бабекиров, 25 лет. Резвана Блитаров, 17 лет. Денис Галайда, 20 лет. Полузащитники Арсена Блеметов, 22 года. Джамбек Аблекимов, 26 лет. Фахрид Желелов, 22 года. Ирфан Аметов, 27 лет. Руслан Жемелев, 32 года. Марлена Блитипов, 21 год. Нападающие Русланы Миратели, 24 года. Халил Хайрединов, 19 лет. Рустем Мухамеджанов, 15 лет. На турнире команда дошла до финала, где проиграла команде хозяев сборной Северного Кипра. По ходу турнира выбила сборную, которой есть членство FIFA. Киргизию. Все матчи чемпионаты. Чемпионат Крыма. Чемпионат Крыма проводится с 1939 года. Победители. Чемпионат Симферополя. Чемпионат Ялты Федерации. Республиканская Федерация Футбола Крыма. Республиканская Федерация Футбола Крыма или РФРК. Создана 14 сентября 1993 года. Сейчас в нее входят 48 коллективных членов РФРК, 14 районных федераций, 11 городских федераций, 51 стадион, 403 футбольных поля. В РФРК состоят 6 профессиональных команд, 13 десятых республиканских, 150-112 районных городских команд, 10 команд ветеранов и 14 коллективов по мини-футболу. Сейчас в подчинении федерации больше 11 тысяч футболистов в возрасте от 8 лет. Президентом федерации является Сергей Куницын. Стадионы Крыма. Фиолент. В разные годы стадион назывался «Синее поле». Пищевик. Авангард. Метеор. В эксплуатацию введен 1935 года. Вместимость стадиона 5000 зрителей. На протяжении многих лет на стадионе проходили матчи чемпионата СССР, чемпионата Украины, первенства Крыма и Симферополя. В середине 80-х годов на стадионе проводился отборочный матч молодежного чемпионата Европы между сборными СССР и Норвегии. Первый официальный матч в чемпионатах Украины футболисты «Динамо» и «Гросервис» провели 30 июля 2001 года против команды «Ригонда» «Белая церковь». Первый матч после реконструкции стадиона прошел 27 марта 2005 года «Динамо» и «Гросервис», «Сталь», «Алчевск», 0-1. Известные футболисты, родившиеся в Крыму, Симферополь Сергей Леженцев, Денис Галайда, Севастополь Александр Данишевский, Блаклава Александр Шутов, Евпатория Денис Андреенко, Алубка Евгений Алдонин, Керч Сергей Есин, Сергей Снетко, Юрий Аджим, Игорь Олеонов, Ялта Александр Свистунов, Джанка Александр Евтушок, Чехова Сергей Ковалец.